Родился я в середине прошлого века, в 52-м году, в городе Кохтлоярве, тогда еще и в Эстонской ССР. Мои родители после войны в 48-м году переехали туда работать, там сланцевые шахты, они у меня шахтеры. И я родился там, вот, в шахтерской семье, в рабочей, закончил школу там, был крещен осенью 52-го года отцом Алексием, который впоследствии стал патриархом всей Руси. Он тогда священнослужительствовал там у нас в православной церкви. Вот. В 69-м году приехал в Ленинград, поступил в театральный институт к великому русскому, советскому русскому актеру Василию Васильевичу Меркурьеву на курс. Вот. Там же преподавала его жена, дочка Пселда Емельича Мейерхольда, выдающегося великого режиссера и реформатора. И в 73-м году закончил, и вот служу в Александринке, где мы с вами сейчас и находимся. В августе месяце этого года будет 40 лет официально, потому что неофициально я сюда попал еще, мы все, наш курс попал еще в 71-м году студентами были, участвовали в спектакле «Последняя жертва», которую поставил Ирину Всеволоду Меркурьеву, наш педагог. Вот и служу до сего времени. Да, наверное, трудно, нужно обладать определенными качествами, понимаете, как-то, я уже не говорю о музыкальном слухе абсолютном, но надо слышать мелодику речи, надо, чтобы была очень хорошая реакция, синхронно попадать. Потому что там недопустимы даже какие-то микроны, понимаете, в сторону, вот влево-вправо, нужно точнее попадать. А потом там уж нужно выдавать все, на что способен, в смысле актерского мастерства. Поэтому это не все умеют, даже актеры, замечательные актеры, которые работают в театре и снимаются в кино. Но иногда, очень часто у них на дубляже не получается. Актеры на дубляж подбирают, конечно, по тембру, естественно, там, но это не абсолютная имитация, это не пародия. Чтобы близок был тембр голоса к актеру, который снялся, к иностранному актеру и актеру нашему, российскому, который занимается дубляжом. И погружение абсолютное. Там уже вживаемся в образ так, и уже существуем по ту сторону экрана, бегаем, страдаем вместе с тем актером, или актрисы, если это женщина, занимается дубляжом, и умираем, и получаем ранения, стреляем, плаваем, задыхаемся. В общем, каких только ситуаций не было. Абсолютно является, да. Я понимаю, что существует такая расхожая фраза, что совершенству нет предела, нет предела совершенству. Но, во-первых, это очень тренинг большой для речевого аппарата. А потом, это, конечно, естественно, тут надо и быстрота мысли, быстрота реакции должна присутствовать. Конечно, это своеобразный тренинг, и помимо театра и кино, это одна из составляющих нашей профессии. По-моему, в 79-й или 80-й год, режиссер дубляжа Чичунов, фильм американский «Федора» об актрисе, которая сделала себе пластическую операцию. Вот, и я там играл главную молодую роль, вернее, героя в возрасте дублировал Кирилл Юрьевич Лавров, а я его, так сказать, в молодости дублировал. Вот и была моя первая работа. Как вас зовут? Барри Детвайлер. Скажите, мистер Детвайлер, вы что, женщинами не интересуетесь? Не понял. Может, у вас что-то не там? Вы-то мне? По-вашему, вы нормальный? Какой же нормальный мужчина станет зевать, увидев меня обнаженный? Я зевал? Простите, у меня ночь была очень трудная. Что же вы делали? Матросов ловили на автобусной остановке? О, боже, вот уж тут вы совсем не по адресу, да это кто угодно вам скажет. Статистки, костюмерши, гримерши, парикмахерши. Все были у вас? Не все, конечно. Но спрос на вас большой. Не жалуюсь пока. Ну, а потом как-то так втянулся и до сих пор вот, наверное, недели не проходит, чтобы я не занимался или озвучкой, или дубляжом. Я до этого работал на радио, на Ленинградском радио, писали мы спектакли, драматические разные передачи. Я был ведущим там «Невской волны». И как кто-то посоветовал, а там же поиск идет молодых голосов. И режиссер Чеченов, с которым мы потом опять, он очень много картин сделали. Послушал мой голос, сказал, вот этот голос мне нужен. Вот так я попал на дубляж. Как мне говорили мои друзья-коллеги, после того, как этот фильм вышел, они посмотрели дублированную картину, эту «Рейк Тайм», они ко мне очень-очень много коллег подходили и говорили, «Сережа, это просто замечательно». И я считаю, что это одна из моих, хоть и ранних, но одна из моих лучших дубляжных работ в фильме «Рейк Тайм». Я все испробовал, сэр. Все законные возможности найти справедливость. Но меня оплевывали и унижали всюду, куда я обращался. Женщина, родившая ребенка, моего сына, мистер Вашингтон. Которого я больше не увижу. Тоже видела, как мою гордость и честь у меня подло отнимают и попирают. Она верила в справедливость. О, да! И она пошла к белому человеку и молила его о том, чтобы я получил то, что гарантировано мне законом. Она скончалась об этом, молясь. Видимо, как-то, знаете, какая-то связь произошла между мной и тем актером, какая-то невидимая. Почувствовал его нутро какое-то, понимаете. И как-то вот так, знаете, как в омут с головой кинулся и получилось, на мой взгляд, очень хорошо. Режиссер дубляжа Николай Николаевич Кошелев. Вот там мне пришлось напрячься, потому что в жизни Гарри Олдман разговаривал нормально, а когда, значит, дублировали сцены, происходящие в Румынии, в замке в этом, там приходилось на такие нежи уходить, просто, понимаете, так вот. Я давно мечтаю побродить по улицам Великого Лондона, побывать в самом центре человеческого столпотворения, участвовать в их жизни и в их смерти. Ну, в принципе, вроде неплохо получилось. Вот, фильм с интересом смотрели все, снят он замечательно, красочно, очень образно. И с технической стороны там и художник замечательно поработал, и актеры замечательные. Так что я с удовольствием всегда вспоминаю эту работу. Тут даже в то время вышла небольшая заметка, статья в газете, в Петербургской, что заголовок я до сих пор помню. «Его голосом говорит сам Дракула». Ну, они легкие, они развлекательные, чисто развлекательные, понимаете. Я не могу сказать, что с познавательной точки зрения они полезны, потому что совершенно там факты и с Египтом, и с прочими немножечко со своей позиции показаны, понимаете. Ну, а так чисто семейное кино, я бы сказал, это посидеть с семьей вечером у домашнего кинотеатра дома, или у телевизора, или пойти на широком экране посмотреть. Я думаю, что в этом ничего плохого не будет. Люди очень хорошо проведут время. Релакс такой наступит у них некоторый. Вот так. Никому не придет в голову тут копать. Я его водил, он со мной ходил на записи радиоспектаклей на Ленинградское радио. И помню его безумный взгляд, когда он смотрел, он за стеклом сидел с режиссером там, а в Павелев студии, значит, записи было очень много актеров. Народные, заслуженные, там Олег Иванович Борисов был. И многие-многие-многие мы записывали, помню, Чапаев радиоспектакль. Я играл Петьку, а Олег Иванович Борисов Чапаева Василий Иванович. И вот там нужно было изобразить марш, когда отряд вооруженный идет по дороге. Ну, марш-брасок, не марш-брасок, а переход воинской части из одного места в другое. И вот как изобразить на радио идущую роту там или там полк. И вот мы все встали и начали делать вот так вот. Встали и ладонями били себя по ногам вот так. И создался эффект идущих войск. И когда вот мы делали, я помню, Ванька смотрел вот так на нас из-за стекла. Боже мой, что эти взрослые люди чем занимаются? Стоят и вот так делают. Вот на таких записях он со мной был. Да, помню, там Джек Николсон еще, там с собачкой, помню, там что-то происходило. Такая, ну тоже такая комедия. Ну, она, я бы сказал, где-то комедия. Не трагик-комедия, но с элементами драмы такой вот, я бы сказал. Помню эту работу с удовольствием, вспоминаю. Мне нравится, Саймон. Я разворачиваю тебе физиономию, если ты ему еще раз наговоришь гадостей. Или, не дай бог, дотронешься до его собаки. Я продаю картины и... Я вас покидаю. Эй, давайте. Давайте веселиться. Ну, вот я должен сказать, что в «Розовую пантере» он на себя совершенно... Он совершенно в другом амплуа. Обычно мы привыкли, мы знаем, Леон там или что, он такой крутой весь. А там он детектив, да, и вроде такой просто... Да, да. Уи, сэр. Уи, вим, сэр. Он такой немножко растерянный, все такой, да, немногословный. Ну вот. Ну, и в этом трудность, кстати. Вот, не многословный, не многословный, а надо как-то так, знаете, сдублировать так, чтобы хоть какая-то биография актера чувствовалась, чтобы зритель понял, кто он такой. А вы кто? Жильбер Пантон, детектив второго класса. Прибыл для совместной работы. Какие у вас предпосылки для полицейской службы? Девять поколений моих предков были полицейскими в Париже. А до того? Тоже полицейские в сельских районах, почти 200 лет. А до того? Иммигранты из разных стран Европы. Все работали в полиции. А до этого? Термеры. Это фильм серьезный. Мы с Витей Костецким работали. Наташа Федотова делала, как режиссер дубляжа. Очень сложно, потому что я-то привык к гротескным работам, где он переодевается в тетку, в домработницу, в няньку. Понимаете? А тут роль хладнокровного убийцы. Причем такого, знаете, которого так вот просто за жабры не возьмешь. Мой козырь! Вот да, интересно у меня было работать, очень интересно. Кстати, не помню, сколько лет назад здесь американцы снимали фильм Анны Каренина. И я играл там небольшую роль привратника в доме как раз доктора. И мы с ним столкнулись, с Альфредом Малиной, на съемочной площадке. И разговаривались. И выяснилось, что я в это время репетировал роль брата в «Трех сестрах». И он эту же роль репетировал в Америке. Вот мы с ним на площадке разговаривались. А потом мне пришлось его дублировать в «Пауке 2». Питер Паркер. Его барышня. Что вам нужно? Найди своего дружка, Человека-паука. Назначь ему встречу у Висайской башни в три часа. Но я не знаю, где он. Найди. Не то я освежую ее заживо. Поэтому мне было приятно осознавать, что мы с ним лично знакомы. Студия кинопрограмм телерадио-компания «Останкино» представляет Викторию Руффо в мексиканском телевизионном сериале «Просто Мария». Дубляж картины проходил, там 200 серий было, 200 серий. Просто Мария проходил в Болгарии, в Софии. И там же проходил дубляж на русский язык «Богатый тоже плачет». Потому что был один болгарский продюсер, который закупил эти картины в Мексике и делал для российского телевидения дубляж на русский язык у себя на студии «Болгарское видео». Поэтому тут интересная получилась такая ситуация, что все актеры были уже набраны, приглашены. И только не было актера на роль Виктора, на главную роль. И Володя Естреба, который живет, наш человек, ну, женевшийся на тайне болгарки, они вместе учились в Институте культуры Крупского, у нас здесь в Питере. Он уехал в Болгарию, живет до сих пор там, и он являлся режиссером дубляжа вот этих сериалов. А потом сюда уже, потом переехали в Москву, там «Дикая роза», что-то еще там было, не помню. Вот, я уже не участвовал там, потому что нехватка времени была. Ему нужен был актер, ему Толя Равикович, Анатолий Юрьевич, «Царство небесное», недавно ушедший, замечательный артист питерский, посоветовал. Говорит, а вот есть Сережа Паршин. И Володя мне позвонил по телефону из Софии. Позвонил с одной целью – услышать мой голос. Ну, мы с ним поговорили, он говорит, все, я услышал, вы мне подходите, выезжайте в Софию. А я как раз на время переходил работать в Большой драматический театр, ну, меня пригласили. И потом я оттуда ушел, возвращаться сюда, обратно домой в середине сезона как-то так вот несподручно. И я на полгода уехал в Болгарию дублировать вот эту картину. И дублировал не только Виктора там, но у меня там у каждого, у каждого из актеров из нас шести было по многу ролей. Я и молодых, и стариков, и Виктора в частности, и Титр, и все это лежало на мне. И приходилось варьировать голос, голосом как-то так, понимаете. Или как-то говорить с юношеским задором, или уже разговаривать как-то в нужных более пожилого человека изображать. Здравствуй. Как дела, Хусей Игнасио? Мама рассказала тебе об этом типе? Да, да, я думаю, что тебе надо поехать к нему. Ты мне это советуешь, крестный? По-моему... Не поеду, я уже сказал. Мне не нравится, что ты так жесток к нему. А меня удивляет, что ты говоришь это. Но ведь он же не заслужил ни любви, ни заботы, ничего. Ты мог бы это сделать ради своего дедушки Густаву. Не проси. Мне ненавистна эта семья. Понимаете, вот так вот. И поэтому работали мы очень непросто, я бы сказал. Мы сидели за столом, у каждого свой микрофон был, и мы все это дублировали. Единственный способ избежать бессмысленной ревности, это выбрать одного. Что ты хочешь сказать? Что я решила выйти замуж за одного из вас. Ну, ты не обязана это делать. Мы поставили тебя в сложное положение, Мария. Я, по крайней мере, этого не хотел. Ты так выбираешь отца для нашей дочери? Это безумие? Нет, не безумие, а единственный выход. Подождите. Скажи свое решение. Потом приходилось самому укладывать немножко текст. Потому что подстрочник, который переводчики нам предлагали, это он вообще ни в какие ворота не лез. Наш зритель не стал бы даже смотреть. Такие фразы были. Ну, как, например, «О, цвет, цвет моих очей, ты как голубые, и ты как белые облака на голубом небе». Ну, кто это слушать будет? Вот эти вот образные такие выражения. Пришлось как-то так все это приземлять и нормально превращать в нормальную человеческую речь. Но, тем не менее, 200 серий мы отработали. Причем мы работали как? Мы начали дубляж. Пять или десять серий мы сделали, отправляли в Россию. Тут уже шла трансляция этого сериала. И мы работали, понимаете, прямо на эфир. И, конечно, не дай бог, если бы с нами что-то случилось, то бы все прервалось бы. Мы вот частями отправляли. Процесс шел непрерывно, понимаете? И когда мы уже закончили дубляж, еще новые серии и не показывали в России. Так что... Наверное, время такое было. Такое было время, когда чужие какие-то страдания, какие-то передряги, неурядицы, проблемы на экране, они отвлекали наш народ от своих. И многие, очень многие, особенно женщины, находили какую-то отдушину в просмотрах этих сериалов. Казалось, что не только им плохо одним, но там тоже. Ведь, ну, имеешься ты, богатые тоже плачут, понимаете? И просто Мария, и как я, какая она несчастная. Сколько они аналогии проводили, сколько замечали в судьбах экранных героев историй, которые происходили с ними, с нашими людьми. Поэтому был-то, видимо, такой период, когда вот это как-то людей немножко успокаивало, как-то немножко отвлекало от грустного. Вот я думаю, что вот один из... одна из причин успеха этих сериалов именно такая. Вы знаете, мистика и какие-то непонятные и неопознанные какие-то вещи и предметы всегда людей привлекали и завораживали, понимаете? И ставили перед людьми определенные вопросы. А что это такое? А почему так получилось? А что произойдет дальше? А что было бы, если было бы так? Тут как-то уже пошло со слагательным наклонением. Понимаете? И поэтому это всегда привлекало и привлекает людей. Работал с удовольствием. Чем закончилось, я для себя так и не выяснил до сих пор. Но, в принципе, да мне самому нравятся такие, знаете, летающие тарелки. Одно я сам в свое время видел, когда служил в армии в Петрозаводске. Знаменитый Петрозаводский феномен. Вот. Понимаете? Поэтому существуют какие-то непонятные вещи необъяснимые, которые нас как-то притягивают. И вот я думаю, что этот сериал тоже вот этим привлек телезрителя. Что ты такое? Я не что, Бен? Я кто? Ты есть монстр. Давай не будем обзываться. Ты меня использовал. Чего ты хочешь? Я хочу домой. Мультфильм и король лама, и корпорация монстров. Вот будем сейчас вторую очередь. Не то, что вторая очередь, а дублировать картину о Салливане и в Азовске, вот это, героев, героев корпорации монстров. Но это будет, нельзя, можно мне говорить, рекламу такую проводить. Это будет происходить то, что с ними до корпорации монстров происходило. Как они попали на Страхмех, факультет Страхмех, в этот институт, где монстров учат. Смешно я бы это. И в мультфильмах, да, я с удовольствием это делаю. Мне нравится. Во-первых, я мультфильмы люблю сам. Мне не только, мне приходилось и «Зверей» дублировать, тут канадский какой-то сериал был. Храбрый маленький хомячок взбирался все выше и выше и выше, пока не добрался туда, где рос похожий на солнце цветок. Он потянулся выше, к самой верхушке, к самому цветку. Ха-ха-ха-ха. И вдруг посмотрел вниз. Ой-ей, ой, мама, как высоко, что же мне теперь делать? Да, да, жил-был хомяк, там зверушки эти, боже, хомяка этого. Потом, «Стюарт Литтл» была картина такая, «Стюарт Литтл» и «Стюарт Литтл 2». Там был такой кот-снежок такой вот. Славный котик, славный котик, красивый. Тебе уютно? Да, спасибо, очень уютно. А я сплю на какой-то тряпке в углу, мерзкий крысенок. Да ты сердит? Сердит, это слишком мягко сказано. Что для тебя сделать? Что ты любишь? Почесать тебе за ухом? Или почесать животик? А ты не хочешь почесать небо изнутри? Прости, я думал, что домашние животные это любят. Домашние? Я тебе не домашний. Я кот, а ты мышь, и жить ты должен в норе. А это моя семья. Не общая? Следи за моими губами. Нет. Уму непостижимо прибирай с закуской. Смотри, не подходи к окнам. Если это узнают другие коты, мне крышка. Ой, нужно расслабиться. Где мой мячик? Вот это кот разговаривает моим голосом. Опять же, мультфильм побег, вот эта история игрушек. Поэтому я с удовольствием работаю. Да, смурфики, но там немножко игровой фильм с элементами, так сказать, мультипликационных. Я бы Пашу смурфа главного там дублировал. Надо успеть сегодня. Между первой звездой и зенитом Луны это единственный шанс. Но нужно отыскать заклинание, которое даже в этом мире откроет портал. Мастру Инслу, можно тебя спросить? Да, слушаю. Где у вас торгуют заклинаниями? Нигде. А волшебными заклинаниями? Я понял, нигде. А старыми книгами? Рядом с моей работой есть лавка букинистая. Доктор Вонг. Прекрасно жгодится. Слушайте, мальчик, мы почти уже дома. Мне нравится почти дома. Эй, обнимемся! Ура! Ура! Как я всех вас люблю. Иди к нам, Верзила! Я... Нет. Нет. Если я могу, ты сможешь. Отлично. Скоро будем дома! Замечательная, замечательный человек, замечательная женщина, замечательный режиссер. К сожалению, очень рано они как-то так сразу ушли друг за другом. Александр Сергеевич Демьяненко, муж ее, и через некоторое время и Людмила Акимовна ушла. У меня с ней очень работалось легко, мы понимали с полуслова друг друга. Очень жалко, что как-то так все это рано произошло. Вот. Маши, Маши Соловцовой нет. Ну, это совсем уже, я не знаю, трагедия такая молодая ушла. И жизнь талантливая, режиссер, она и не только как режиссер дубляжа, но и как кинорежиссер. И у нее документальное кино, и художественное замечательное. Николай Николаевич Кошелев, замечательный кинорежиссер, достаточно назвать. Тоже, к сожалению, его с нами нет. Назвать его фильмы жил, был соленый пес, старшина с Володей Гостюхиным в главной роли. Много фильмов. Ну, вот. Замечательный мастер. И человек прекрасный, мягкий. Я никогда, никогда не слышал, чтобы он повышал губ. Я не знаю, никогда не слышал. Вот. Даже если он что-то хотел сказать такой резко, он говорил очень доходчиво. Смотрел в глаза и говорил так доходчиво, что все понималось. Вот. Федотова Наталья. Ой, тут с ней просто, я не знаю, столько и сериалов, и фильмов сделали. очень-очень-очень много. Игорь Ефимов. Да, с Игорем Ефимовым, буквально, когда, позавчера встречался на Неве, там есть, она, как же сериал-то, как сериал, Нижа, подскажи. Нет-нет-нет. Следствие по телу. Вот, следствие по телу, да. Я в предыдущих сериях там несколько ролей дублировал, и вот буквально вот, позавчера тоже дублировал. Вот. Так что мы с ним работаем, мы еще очень часто встречаемся. Он очень похож на Игоря, своего отца, очень похож, и даже по голосу отвернешься так, ну просто, Игорь разговаривает, вот, не молодой, а отец, с которым мы на телевидении сказки снимали, сказка за сказкой, было, помню. Так что... Вы понимаете, что я вам скажу? Раньше и цены были другие, как говорится, и портвейн сладче, и девушки лучше, понимаете, вот, не в этом дело. Ну, оплачивали, да, и тоже, и тоже ведь в зависимости, у кого какая ставка съемочная была, у кого 10 рублей, а у кого 25, у кого 40, и поэтому оплата за дублирование дубляжа была разная. Но тут, тут еще, знаете, какая история? Я вспоминаю историю. Мы приходили на дубляж, на студию Ленфильм, при студии была студия киноактера, там были актеры киностудии Ленфильм, они тоже участвовали всегда в дубляже. И вот приходят театральные актеры, они сразу раз-раз, бум-бум-бум-бум-бум-бум, и озвучили. А эти говорят, ну, торопьтесь, ребята, ну, давайте вот тут вот подзадержимся, давайте вот за эту смену мы не сделаем, завтра придем, платить-то больше будет. Говорят, это вам, а нам-то чего? Ну, у нас отведено вот определенное количество ставок на дубляж, и мы должны это сделать. Потому что театральные актеры работали быстрее, чем... Ну, те специально это делали, чтобы заработать. Сейчас дубляж отставки съемочные, отставки съемочные не зависят абсолютно. Там на каждый фильм отпускается специальная смета, определенная, и вот распределяют, что, наверное, какие роли. Но многие актеры, например, вот главная роль где-нибудь там в ком-то, и он уже, этот актер, его кандидатура, одобрена, например, там, киностудии Дисней, фильм, они, знаете, говорят, что вот этот актер будет озвучивать вот этих актеров американских всегда, никаких проф, а только они. Они могут диктовать свои условия, прийти и сказать, вот я хочу за эту роль 15 тысяч или 30 тысяч. А так все, сейчас они считают по времени на экране роли и по количеству слов или букв на листе, понимаете, поэтому тут заработок разный. В советское время было очень сложно. Я же вот и рассказывал уже, что, например, на экране 5 человек одновременно в сцене. Говорят, живут, играют, там все. И 5 человек выстраивается перед микрофоном. И каждый должен попасть. Если один кто-то сбивался, значит все, а кольцо шло по новой, понимаете. И пока это все не произойдет, то, что надо, кольцо не остановится, понимаете. Или там актеры говорят, давайте передохнем, что-то мы тут зациклились на этом. Сейчас совершенно другое. Каждый приходит, компьютер, электроника, ему дают его дорожку, и вот он себя раз и отдублировал, озвучил. Иногда дают послушать концовки фраз партнера, понимаете, того на экране и того, который дублирует. эту роль. И ты, значит, слушаешь, а вот, как ты сказал, ты ему отвечаешь. Поэтому сейчас это быстро происходит. А лучше ли или нет, вы знаете, везде были свои плюсы. Там мы были рядом, и мы слышали, могли идти от партнера. А тут иногда приходишь, партнер еще не записал, и не знаешь, как он будет говорить. и он не знает, как ты скажешь. Поэтому тут немножко вот может получиться какая-то смысловая нестыковка. Ну, понимаете, во-первых, это не актеры в большинстве своем, понимаете. Поэтому это все шло как-то немножко выхолощено было, как-то немножко, вот, понимаете, без каких-то как синусоидов. Вот так вот бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот. Не знаю, кому-то нравилось, мне не очень. Я предпочитаю все-таки иногда услышать фразу, да, но немножечко, чтобы актеры как-то так соответствовали происходящему. А когда там такие страсти, вдруг нэ-нэ-нэ. Вот. Ты что, спятила? Ты только что мне всю жизнь испортила, а теперь хочешь в гости ехать? Ну, что ты хочешь от меня? Слушай, я женщину в жизни ни разу не беру. Волтон, давай сейчас помиримся. Мне тут ничего не видят. Ничего не видят, прекрати. Надя, я машину веду. Волтон, давай сделаем это сейчас. Мы на шоссе. Надя, скорость 150 км в час. Несоответствие, как-то нестыковка, нестыковка происходит. Ну, такое было время, понимаете, дешевле было посадить, значит, одного человека, он весь фильм проговорит, нежели приглашать группу актеров на профессиональное озвучение. Поэтому я, честно говоря, знаете, довольно-таки индифферентно относился к этому. Так. это было на выпускном экзамене по немецкому языку, государственный экзамен в театральном институте. Я играл, мы играли отрывок Шиллера, «Коварство и любовь». Я Фердинанда играл. Либе и Кабале, Фритер Шилер. И, ну, естественно, собралась комиссия педагоги, там, с кафедры иностранных языков, наши, там, француз, французскоязычные, англоговорящие, немецкие, немецкие говорящие, испаноговорящие, разные языки изучали студенты театрального института. И вот мы с моей партнерсой играем отрывок, как сейчас помню, «Кандер Герцог, эсетцетер Миншайн, фиер три, роте, ахандунг, ги зайнер Минши трайер, эр зэльцис нить». И, понимаете, и я, значит, все, отработали все, и потом, а я заметил, вот, среди комиссии какую-то незнакомую человеку, которого ни разу не видел я в институте, седой, такие баки седые, усы такие, очки такие, какой-то кричатый пиджак, ну, не по-нашему одет, ну, не наш это, какой-то, ну, может, немец или кто-то. А потом вот человек подошел ко мне, и говорит, «Сережа, вы очень замечательные, откуда у вас баварское произношение?» Я говорю, «Не знаю, слушал радио». «А вы не выходили, не хотели бы продолжить изучать и я говорю, я с удовольствием, конечно, да, всегда пригодится, но для этого вам придется бросить вашу профессию». Я говорю, «Не понял, ну, чтобы продолжать, значит, шлифовать свои знания, вы будете в высшей школе КГБ при Совете Министров СССР, в Москве». Я так, «А, скажите, а отказаться можно? Ну, подумайте». В общем, я месяц ходил, оглядывался, нет, ну, короче, видимо, он понял, что тут, я такой, такой вид у меня был, что, как, моя профессия, вот только начиная актерскую деятельность, уже приглашен в театр, короче говоря, меня оставили в покое, но, вот такой случай со мной был, да, действительно. Люблю рыбалку, особенно летнюю, зимнюю, не люблю холодно, руки межнуты, все, да и как-то так. Люблю рыбалку, я вот жду, не дождусь, когда сейчас снег сойдет и пойдет лещ в мае, черемушник. Люблю ходить по лесу, я, наверное, не знаю, в прошлое или позапрошлой жизни был лесным человеком каким-то, может, егерем, может, я не знаю, километрами накручиваю, за грибами, ягоды не люблю собирать, ну, могу наклониться, так сорвать, поесть, грибы безумно люблю собирать и вообще по лесу ходить и рыбалка. Вот это для меня, это все, отключаешься, уплываешь на лодке и никто тебя не теребит, никто тебя телефон отключаешь и сидишь и вдруг ловишь себя на мысли, сидишь вдруг, о чем ты сейчас думал, вот задаешь себе вопрос, ловишься на себя мысль, что ни о чем, вот как можно так, узнаете, какая-то нирвана, индусы, может быть, так умеют, понимаете, ты сидишь и вдруг ловишься на мысли, что ты сейчас не думал ни о чем, сидишь и вдруг как-то все, ты сливаешься с водой, с камышами, с плавком, с лодкой, с небом. Одно целое. И тебя не вычленить из этой природы. Вот так. Ну, заединение.